Всемирная интернет-конференция в поселке Учжень открылась крупнейшая в Китае мероприятие в IT-сфере. Совет премьеров ШОС, главы правительств договорились ускорить торговую и транспортную интеграцию. Наследник культуры, молодой человек с Тибета нашел свое призвание в эпосе ГСР. В ближайшие три дня они будут вместе искать пути построения интернет-сообщества «Единой судьбы». Так звучит тема встречи. С программной речью на церемонии открытия конференции выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Сразу после приветствия собравшихся, китайский лидер обратился к центральному понятию встречи. Говорил о растущей роли интернета в мире. Несовершенство механизмов регулирования деятельности в сети Си Цзиньпин назвал глобальной угрозой, противостоять которой можно только объединив усилия всех участников виртуального пространства в создании многосторонней демократической и прозрачной системы управления. По мере формирования многополярного мира, экономической глобализации, культурной диверсификации и социальной информатизации, интернет приобретает всё более важную роль в прогрессе человечества. Вместе с тем, развитие интернета пока не сбалансировано. Система правил несовершенна, а порядок несправедлив. Между странами увеличивается информационная пропасть. Существующие механизмы управления киберпространством уже не соответствуют требованиям государств. Во всём мире мы видим нарушение неприкосновенности частной жизни и прав на интеллектуальную собственность. Шпионаж в интернете, кибератаки и кибертерроризм стали злом глобального характера. Международное сообщество должно на основе взаимного уважения и доверия реагировать на эти проблемы и вызовы, усиливая диалог и сотрудничество, чтобы сделать киберпространство мирным, безопасным, открытым и создать многостороннюю демократическую прозрачную систему управления интернетом. Сосредоточиться в будущем на построении интернет-пространства общей судьбы предлагает и тема нынешнего форума. Председатель КНР озвучил несколько идей, которые, по его мнению, помогут в достижении поставленной цели. Среди первоочередных задач глава государства назвал инновационное развитие экономики с опорой на безграничные возможности всемирной паутины. Подробно рассказал политик и о том, что уже делается в этом направлении в Китае. В Китае реализуется программа «Интернет Плюс». Проект цифровой Китая и развивается экономика совместного использования. Мы поддерживаем разные инновации, основанные на возможности глобальной сети. Ее бурное развитие в Китае создает широкое рыночное пространство для предпринимателей всех стран. Открытый отбер Китая никогда не будет закрыта. Мы не откажемся от политики использования иностранных капиталов, продолжим усилия, направленные на предоставление еще лучших услуг для иностранных компаний, занимающихся бизнесом в Китае. Мы готовы укреплять взаимодействие со всеми странами. Посредством трансграничной электронной коммерции, показательной зоны информационной экономики способствует развитию инвестиций и торговли во всем мире и продвигает рост глобальной цифровой экономики. «Безопасность в интернете Си Дим Пи считает условием стабильного поступательного развития каждого государства. Только скоординированные действия всех участников киберпространства позволят создать по-настоящему безопасную сеть», уверен председатель КНР, отмечая готовность китайской стороны к расширению глобального диалога и устранению разногласий в этой сфере. «Безопасность гарантирует развитие, тогда как развитие – это всегда цель безопасности. Кибербезопасность – глобальный вызов, поэтому ни одна страна не может оставаться в стороне. Защищать кибербезопасность – общая обязанность международного сообщества. Стороны должны совместными усилиями сдерживать злоупотребление с использованием информационных технологий, выступать против прослушивания в сети, кибератак, гонок вооружений на киберпространстве». Китай готов вместе со всеми странами укреплять контакты, чтобы эффективно устранять разногласия, продвигать разработку общепринятых международных правил в киберпространстве, совершенствовать механизмы юридической помощи в борьбе с киберпреступностью, сообща защищать мир и безопасность киберпространства. Завершая выступление, глава государства пожелал успешного проведения международной конференции. Всемирный интернет-форум продлится в Уджене до 18 декабря. Участвуют в нем около 2000 специалистов IT-сферы из более 120 стран и регионов мира. На церемонии открытия второй всемирной конференции по правлению интернетом в Уджене выступил и глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев. Он сказал, что Россия выступает за создание международной организации по регулированию интернета. Упор в своей речи премьер-министр сделал на необходимости усиление международной информационной безопасности. Он заявил, что эта сфера требует пристального внимания мирового сообщества на фоне активизации использования интернета террористами. Весь мир, гиперсвязанный мир, становится уязвимым для преступных атак и посягательств. Их мишенью могут быть и отдельные граждане, и частные компании, и даже целые государства. Интернет активно, к сожалению, осваивают преступники и террористы, что вновь продемонстрировали недавние теракты во Франции и другие криминальные проявления. Кроме того, появились и изощренные системы тотальной электронной слежки. Это создает угрозу безопасности и суверенитету государств, порождает цепную реакцию недоверия и подстегивает гонку информационных вооружений. Сфера международной информационной безопасности требует самого пристального внимания мирового сообщества. Именно мировое сообщество должно выработать универсальные правила поведения государств в информационном пространстве. На наш взгляд, такие правила должны основываться на принципах неприменения силы, уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств и соблюдения основных прав и свобод человека. Для Китая интернет становится новой точкой экономического роста. Местные производители ищут рынки сбыта онлайн. Это помогает удержаться на половой в непростой экономический период. О возможностях в сети репортаж моих коллег. В условиях снижения экспорта китайские производители вновь обратились к отечественному рынку. Потенциал здесь большой, но вот наладить канал избыта для многих оказывается непосильной задачей. Решение – выход в интернет. Тем более, что доморощенным брендом в сети готовы помогать такие гиганты электронной коммерции, как Али Баба Групп. Мы реализуем нашу продукцию с помощью онлайн-продаж. Тао Бао предоставляет нам возможности продвижения, и мы почти сразу завоевали рынок. Али Баба также предприняла несколько инициатив для поддержки сельхозпроизводителей, предоставив фермерам открытый доступ к внешним рынкам. Если электронная коммерция может сделать что-то для продвижения государственных реформ в сельских районах, для улучшения благосостояния людей там, для нас это большой вклад в развитие страны. Высокие технологии сегодня – драйвер экономического развития Китая. Правительство страны сейчас активно продвигает стратегию «Интернет плюс» в надежде с помощью электронных технологий обеспечить рост в ряде секторов. На развитие онлайн компании получают поддержку из госбюджета. Это своего рода инвестиции. Это означает, что нашей команде доверяют. Мы не подвезем, ведь интернет-технологии в Китае развиваются очень быстро. Но даже самые продвинутые технологии не смогут конкурировать с творческими и интеллектуальными способностями человека. Креативные разработки – второй важнейший фактор экономического развития Китая. Идеи плюс технологии – залог успеха новой экономики страны. Сотрудничество Пекина и Москвы дает все больше взаимовыгодных результатов. Об этом заявили председатель КНРСи Цзиньпин и российский премьер Дмитрий Медведев. Их встреча состоялась в городе Учжень до открытия Всемирной интернет-конференции. Глава Китая отметил, что стороны поддерживают высокий уровень всестороннего стратегического взаимодействия партнерства. Он и Владимир Путин достигли единства мнений по широкому спектру вопросов. В частности, договорились прикладывать совместные усилия для всеобщего развития, сохранения мира и стабильности на международной арене. Политик выразил надежду, что крепкие депотношения двух стран принесут еще большую пользу их народам. Цзиньпин подчеркнул, что обе страны вступили в критический период экономических реформ и должны использовать новые шансы развития. Он призвал усилить сотрудничество в проекте «Один пояс и один путь» и также по линии Евразийского экономического союза. Дмитрий Медведев также дал высокую оценку успехам, достигнутым в развитии межгосударственных отношений. По его словам, Москва готова усилить взаимодействие в сферах энергетики, финансов, инвестиций, строительства и инфраструктуры. Он также призвал усилить координацию по международным вопросам, расширять сотрудничество в рамках ШОС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Страны ШОС используют взаимные преимущества, чтобы стимулировать общий экономический рост. Об этом договорились премьеры государств организации. Заседание в расширенном составе завершилось в Джинджоу. Его участники решили ускорить обсуждение проектов зоны свободной торговли и единой транспортной сети. Подробнее о ходе и результатах переговоров в продолжении выпуска. Капли воды составляют реку, зерна риса наполняют корзину. С этих пословий снашил свою речь китайский премьер Ли Кэ Циан. Он отметил, что ШОС остается одним из наиболее эффективных региональных объединений. Меняющиеся условия на глобальной арене не только ставят перед участниками организации новые вызовы, но и открывают перспективные возможности. В частности, шансы для дальнейшей интеграции. Глава правительства КНР предложил выработать меры по созданию зоны свободной торговли. Он выразил надежду, что к 2020 году стороны смогут перейти к свободному перемещению товаров, капиталов, услуг и технологий. «Только что в ходе заседания в узком составе мы договорились, что поручим министрам торговли и экономики выработать конкретные меры по созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС. Эта инициатива позволит создать благоприятные условия для развития торгово-инвестиционного сотрудничества в масштабах всего региона». Ли Кэтьян напомнил, что государство ШОС находится на ключевом евразийском сухопутном пути. В связи с этим он предложил странам ШОС создать единую транспортную сеть с центром в Центральной Азии. Кроме того, глава китайского правительства призвал провести переговоры по началу расчётов в национальных валютах, а также как можно быстрее создать ассоциацию по развитию трансграничной электронной торговли. Пекин также пообещал существенно расширить программу подготовки кадров для стран-организаций. «В течение ближайших пяти лет Китай намерен ежегодно выделять 20 тысяч государственных стипендий кандидатам из стран ШОС. Мы также расширим межгосударственную программу повышения квалификации и обязуемся подготовить 2000 специалистов для государств-организаций». Премьер-министр Казахстана Карим Масимов посвятил своё выступление программе переноса производственных мощностей из Китая. С инициативой год назад выступили власти КНР. С тех пор Пекин и Астана приняли более полусотни перспективных проектов. Они касаются взаимодействия в областях машиностроения, транспорта, металлургии и строительства инфраструктуры. «Мы констатировали факт, что по 52 проектам на несколько десятков миллиардов долларов уже принято решение о строительстве производственных мощностей на территории Республики Казахстан. И хотел бы порекомендовать другим странам, членам ШОС, участвовать в таких программах». Глава российского правительства Дмитрий Медведев видит перспективу формирования единых экономических партнёрств. Потенциал развития торгово-инвестиционных связей, по его мнению, серьёзно укрепился после присоединения к ШОС Индии и Пакистана. Пример подчеркнул, что Москва намерена прилагать усилия для сопряжения интеграционных процессов стран-организаций. «Учитывая, что в рамках Евразийского союза уже установлена единая система движения капиталов, товаров и рабочей силы, а китайская инициатива экономического пояса «Шёлкового пути» подразумевает охват порядка 60 стран, объединение усилий на всех этих направлениях создаст мощную платформу для выстраивания в перспективе общего экономического пространства с участием стран Европы и Азии». Кроме того, премьеры обсудили вопрос об активизации деятельности энергетического клуба ШОС, сотрудничества в области продовольственной безопасности, а также возможное проведение в следующем году встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран ШОС. Ли Сюэ, Си Си Ти Ви. Объём китайских инвестиций в соседние страны растёт. Наши корреспонденты пообщались с представителями одного из крупных инвесторов, работающих на рынке Казахстана и узнали о последних тенденциях на фармацевтическом рынке этой страны. В 2011 году Казахстан принял свою первую пятилетнюю государственную программу развития здравоохранения. Но её реализацию затрудняет то, что около 80% медицинских препаратов Казахстан импортирует. Поэтому их стоимость сравнительно высока. Только в последнее время ситуация начала меняться. Способствует этому появление на рынке новых фармакологических фирм, работающих на территории страны. Одна из крупнейших создана при участии китайских инвесторов. Руководство китайской корпорации Кэлунь в прошлом году вложило в создание производственных линий в Казахстане 50 миллионов долларов. Это позволило не только снизить стоимость медикаментов, но и обеспечить новые рабочие места. Сейчас на производстве около 300 человек. 30 из них – китайские специалисты, остальные – местные жители. Мы каждый день уже производим 10 наименований, ой, 10 видов лекарственных средств. Именно инфузионные растворы, антибиотики мы производим и противоопытные лекарственные средства производим. Всего за год после выхода на рынок Казахстана компания «Колунь Казфарм» стала одной из крупнейших фармацевтических фирм в Средней Азии. В этом году у нас мы работаем уже год, завод работает на рынке, и за этот год мы сделали очень большую работу. То есть во всех регионах Казахстана, областях наша продукция востребована, пользуется спросом. Также во всех больницах используют нашу продукцию. До 70% сейчас рынка занимает наша продукция в Казахстане. Китайское правительство инвесторы активно вкладывают в развитие не только фармацевтики, но и других отраслей в соседних странах. Среди них строительство инфраструктуры, сельское хозяйство, химическая промышленность, атомная энергетика. С момента создания Шанхайской организации сотрудничества в 2002 году Китай инвестировал в страны-участницы объединения более 70 миллиардов долларов. И предоставил более 22 миллиардов долларов кредитов. Наш телеканал продолжает серию репортажей про Тибет. Сегодня мы расскажем о самом известном героическом эпосе Тибета ГСР и о человеке, который посвятил жизнь сохранению этого шедевра народного творчества. Этого молодого человека зовут Стадарш. Он студент Тибетского университета и в то же время самый молодой в Тибете носитель и хранитель древних эпических традиций. Еще в детстве он начал проявлять интерес к фольклорному искусству. Теперь в свои 25 Стадарш уже признанный сказитель героического эпоса ГСР. Стадарш в свободное время, как и многие его сверстники, занимаются спортом, читают книги, смотрят кино. Однако на его плечах лежит важная миссия – передать без всяких пропусков и искажений, согласно всем традициям, огромную эпопею следующему поколению. Он не только решился на создание письменной версии эпоса ГСР, но и начал записывать на радиостанции эпизоды о подвигах древнего героя. 150 часов аудиозаписи – и это всего лишь малая часть колоссальной работы. Большая часть наших предшественников не были образованы. Они даже не умели писать. Поэтому все приходилось передавать устно. Это, на мой взгляд, преграда для распространения и сохранения фольклорного творчества. Впрочем, на этом Стадарш останавливаться не намерен. Его планы намного амбициознее. Я хочу перевести эпос на китайский и английский языки, чтобы вся страна, весь мир могли узнать о ГСР. Совсем скоро Стадарджу предстоит сделать важный в его жизни выбор – остаться в университете и продолжить любимое дело или же поехать на заработки. Впрочем, молодой человек с этим вопросом давно уже определился. Для меня университет – хорошая платформа. Здесь я могу получить помощь от педагогов, я смогу продолжить учебу. Для меня это чрезвычайно важно. Мы собираемся за 10 лет завершить работу над эпосом КСР. Он еще молод, у него есть и время, и желание. Стадардж говорит, что этому делу он посвятит всю свою жизнь. Это его призвание. Выступая перед слушателями, он как бы перевоплощался в героя, самозабвенно отдаваясь пению. Голосом, особыми интонациями и жестами передавая особенности происходящих событий. И потому неудивительно, что у хорошего сказителя слушатели плачут в сильных трагических местах и выражают живейшую радость, когда вдруг восторжествует правда. Итак, это были все новости на этот час. Спасибо за ваше внимание. До свидания и всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»